С вами Евгения Шестакова. Приветствую. Третий день марафона для тех, кто самостоятельно ленится выполнять упражнения на дыхание, звучание, артикуляцию. Для тех, кому удобнее работать в группе или необходим какой-то проводник, который даст мотивацию. Сегодня мы с вами посмотрим еще на несколько новых упражнений на дыхание. Однако для начала вспомним, что делали в предыдущие дни марафона. Проверим осанку. Поднимите плечи до ушей наверх. Отведите с усилием назад и опустите вниз. Выровняли осанку. Теперь асимметричное дыхание. Резкий вдох носом и долгий, спокойный выдох через рот. Четыре смены. Отлично. Молодцы. Упражнение для активизации внимания через дыхание. Зажимаем одну ноздрю и через свободную делаем вдох. Затем меняем положение через свободную, освободившуюся, делаем выдох через нос. Выдох через нос. И четыре смены подряд. А теперь полностью поменяем положение. Там, где был выдох, теперь будет вдох. Технику квадратного дыхания, я надеюсь, вы помните. А сегодня покажу три новых упражнения, которые точно так же можно включить в свои упражнения. Да, вы можете заниматься вместе со мной по этому видео, а можете повторять. Например, позанимались утром, а потом еще дополнительно такую же тренировку устроили вечером. Будет вдвойне эффективно. Упражнение, которое лучше показывать именно стоя. Положите, пожалуйста, одну руку на грудь, вторую в район живота. И сейчас мы сделаем один вдох, и у нас приподнимется грудь и плечи. Мы задействуем ключичное дыхание, а второй вдох отправится у нас уже глубоко в живот. И мы с вами задействуем абдоминальное дыхание, которое обычно, по-простому, называют дыхание живота. Итак, вдох в грудь, включицы. При этом живот у вас поджимается. Выдох. И второй вдох уже в живот, абдоминально. При этом грудь и плечи остаются полностью неподвижны. Выдох. Четыре смены подряд. В грудь. Выдох. В живот. Выдох. И еще три смены. В грудь. В живот. Две смены осталось. Одна. И два упражнения, которые направлены на разогрев мышц гортани, что нужно нам будет для увеличения кровотока и активизации голоса. Упражнения из стрельниковской гимнастики. Гимнастика Александра Николаевны Стрельниковой формировалась в 40-х годах прошлого века и достойна Нобелевской премии. Резкий, шумный, короткий, шмыгающий вдохе носа. Быстрый тэ. Приток свежего воздуха. И хорошее настроение. Мы с вами сделаем 8 подходов. Упражнения, которые я сейчас покажу, относятся к одной группе, но немного по-разному дают нагрузку на различные группы мышц. Повороты головы. Первое упражнение. Начинаем всегда в левую сторону, с левой стороны, с левой ноги, с левой руки. Поворот головы один. И короткий, шумный, шмыгающий вдох носа. Затем перебрасываем голову к противоположному плечу. И за это время, пока перебрасываем, делаем выдох. Выдох можно делать через рот, можно делать через нос. Затем снова точка. Вдох. Возвращаемся. И снова выдох. Итак, мы сделаем 8 смен подряд. Покажу и повторю, сделаем вместе. Итак, поехали. Я надеюсь, что вы успеваете. Напоминаю, что необходимо выдыхать. Выдыхаем между поворотами головы. Амплитуда достаточно большая. Сделаем еще раз 8. Закрепим. И еще одно упражнение, тоже из тренинговской гимнастики. Оно немного по-другому будет растягивать боковые мышцы. Мы будем делать наклоны головы. Если до этого мы делали повороты, то сейчас будем голову наклонять к левому плечу. Это один вдох. И у нас растягивается боковая поверхность шеи. Затем, перемещая голову к противоположному плечу, выдох и точка вдоха. Итак, показываю быстро 8 раз. Затем делаем все вместе. Давайте сделаем все вместе. Итак, приготовились все вместе. Начали. Эти упражнения можно делать и стоя, и сидя, и даже лежа. Самое главное, конечно же, не лениться и делать. Ну, а для этого и создан наш марафон. Присоединяйтесь к нему в понедельник. Мы начнем заниматься обработкой звучания голоса.